доступный центральный турбион микро бренд арагон друзья всем привет с вами виктор вы на канале про часы сегодня мы с вами все больше и больше наблюдаем появление микро брендов в часовой индустрии и все больше и больше конечно же часов из китая но большинство микро брендов рождаются производится именно в китае но вот что самое интересное что мы можем заметить это то что все больше появляется доступных часов с турбийоном и совсем недавно казалось бы турбийон это вершина часового искусства но сегодня китайские производители показывают нам что турбийон может быть вполне вполне доступным более того центральный турбийон может быть в том числе доступен практически любому ценителю часов и я предлагаю вам взглянуть на микро бренд арагон мне прислали вот такие интересные необычные скажем так нестандартные часы с турбийоном почему давайте смотреть давайте разбираться и так перед нами синяя коробка ну довольно простая из картона логотип бренда внутри конечно же сами часы здесь можно посмотреть такого дракона в виде восьмерки логотип опять-таки бренда есть у нас инструкция по эксплуатации она же гарантийная карта здесь все на английском языке даже не на китайском а почему потому что бренд зарегистрирован в штатах и действительно это выходец из китая который сейчас проживает в штатах создал свой микро бренд производится все в китае но продается в том числе и в сша и в странах европы и в россии эти часы уже можно приобрести ссылка конечно будет в описании под этим видео что же мы видим если взглянем непосредственно на эту модель стальной брутальный крупный корпус силиконовый черный ремешок сзади прозрачная крышка и вот в этом массивном корпусе серьезном стальном скрывается турбийон вот раньше мне часы с турбийоном казались что ну это не для спортивных часов да это какая-то классика это какая-то элегантность сегодня турбийон появляется и вот в таких изделиях которые очень сложно назвать элегантными часами это скорее вот такая брутальная мужская шайба но теперь эта шайба тоже с турбийоном что здесь по характеристикам по габаритам корпус нержавеющая сталь стекло сапфировая задняя крышка прозрачная водонепроницаемостью модели заявлено 200 метров то есть это по сути дайверские часы вес часов да они очень даже не маленькие 148 грамм вот на силиконовом ремешке да прошу это учесть диаметр корпуса 44 миллиметра высота от ушка до ушка 48 миллиметров и толщина 16 миллиметров лимитированная серия 50 экземпляров была еще интересная версия с циферблатом цвета тиффани но они уже распроданы у меня вот такая версия с серебристым стальным циферблатом он кстати здесь еще лучован игра света на нем получается накладные метки никаких цифр ничего накладные метки покрыты кстати люминофором также как и стрелки вот стрелки здесь наверное не так легко разглядеть все внимание на себя забирает именно центральный турбийон собственно у нас есть часовая и минутная стрелка часовая стрелка более ну короткая и толстая да такой квадрат и минутная стрелка вместе с этим синим диском на котором мы видим надпись limited edition это собственно минутная стрелка и на часовой и на минутной тоже есть супер люминова постарался заснять как это выглядит но в жизни реально светит более ярко более интересно логотип бренда арагон в позиции 12 внизу никакого made in japan made in china до made in usa может быть просто централ турбийон да мы его действительно видим кстати интересно что и на заводной головки да заводная головка здесь завинчивается все-таки 200 метров на заводной головки здесь тоже люминесцентное покрытие стекло сапфировое плоское и сзади у нас тоже плоское стекло завинчивается задняя крышка очень много здесь надписей что здесь логотип бренда автоподзавод на номер калибра нержавеющая сталь сапфировое стекло лимитированная серия номер 39 из 50 но тут можно поспорить кстати это настолько редкая интересная лимитка всего 50 штук или производитель посчитал что больше 50 экземпляров наверное таких вещей мало кого заинтересует но мы еще не поговорили с вами про цену этой модели давайте обратим внимание на механизм до турбийон это классно это интересно и вот именно наблюдать за движением турбийона всегда приятно интересно это цепляет взгляд здесь он еще в такой синей рамки да если можно так выразиться мне нравится как выглядит конечно в макро мы видим что это не идеально зеркально отполированные какие-то мельчайшие детали но вот понаблюдать за работой механизма попробовать турбийон в реальной жизни это мне кажется вполне интересное решение да решений таких много и вы можете выбрать на свой вкус сегодня это уже не так сложно но вот в таком формате кому нравятся брутальные спортивные броски и часы крупные часы это мне кажется довольно интересное решение именно с такой позиции сзади механизм имеет кстати довольно интересный декор мы видим ротор автоподзавода расходятся лучи от центра и кстати мне кажется что рисунок совпадает на роторе и на центральных мостах конечно мы можем сказать что где-то мы уже такую такую отделку механизма видели и вы действительно будете правы такие такой дизайн отделки встречается в более серьезных более известных брендах но почему бы и не скопировать в данном случае удачное решение при том что сами часы то не омажет кого-то да это по сути свой дизайн возможно дизайн конечно и на любителя но опять таки если мы говорим о турбионах мы привыкли видеть их в классических часах особенно у швейцарцев здесь некий разрыв шаблона мега шайба мега турбион это мне кажется интересный вызов часовому рынку внутри у нас конечно же механизм производства китая никто не скрывает что это именно полностью китайское производство механизм носит название hz3jz0i автоматический центральный турбион 39 камней производят этот механизм в ханчжоу как собственно и остальные детали этих часов и что могу сказать опять таки по точности хода вот то что мне удалось замерите в этой модели они показали плюс 2 секунды в сутки да мы можем говорить о том что турбион изначально разработан для того чтобы увеличить точность часов здесь наверное не совсем речь об этом здесь наверное турбион все-таки как визуальный эффект в первую очередь как какая-то залипушка на которую интересно смотреть да и в целом это все равно сложные детали все равно не так просто их произвести и я думаю что все больше и больше турбионов конечно же будет появляться в том числе и в российских часах в том числе и в различных микро брендах так что мы с вами как раз таки находимся в тот момент в то время когда турбионы из высокого часового искусства становятся базовым банальным возможно уже даже усложнением ваших любимых часов ждем наверное и восток с турбионом давайте посмотрим как эта модель выглядит на моем запястье у меня рука обхватом 17 с половиной сантиметров и кстати на удивление вот за счет того что ушки здесь не сильно выпирают сидит нормально то есть да они толстые но при этом они выглядят цену не то чтобы разумно они выглядят логично для тех целей для которых их можно использовать я бы сказал наверное что все таки это более летние часы для короткого рукава где-нибудь для пляжных прогулок вот в этой стихии наверное они будут наиболее уместны но все конечно зависит от того как вы выглядите да какой стиль вы предпочитаете что касается цены данных часов стоимость сто шесть тысяч рублей да это все равно не супер бюджетная модель но все таки она с турбионом сто шесть тысяч рублей это там примерно 1000 долларов и мы с вами за 1000 долларов получаем интересные часы которые на самом деле хорошо то сделаны вот макро я на них смотрел косяков каких-то я не заметил все аккуратно все хорошо мне понравилось что корпус здесь не полирован зеркально да все матовое то есть часы созданы для того чтобы в тяжелых ситуациях их эксплуатировать они не будут бояться собирать какие-то микро царапинки сапфир конечно всегда будет способствовать тому чтобы часы выглядели хорошо в первую очередь и чтобы ваш взгляд всегда цеплялся на центральный турбион который здесь выполнен очень даже не плохо в целом могу сказать что модель конечно интересная разрывает шаблоны бросает вызов высокому часовому искусству но не буду конечно говорить что это конкурент швейцарцам да что швейцарские производители сейчас плачут от страха что же с ними будет нет это конечно же совсем не так но нельзя отметать тот факт что в китае тренируются учатся развиваются и уже делают вполне приемлемые часы которые мы с вами можем покупать пишите ваши мысли в комментариях давайте обсуждать не забывайте подписываться на канал и впереди у нас много новых интересных часов пока пока